В комплексном развитии регионов необходимо задействовать все возможные институты развития. В данном случае у Внешэкономбанка такие инструменты существуют. Это наши дочерние структуры, такие как XR и его дочка Росэксимбанк. Это компании, на базе которых сформирован центр поддержки экспорта. И таким образом обеспечено формирование одного окна, который будет предоставлять комплексные услуги предприятиям, выходящим на экспорт. Наши дочки, оказывая комплексное сервисное обслуживание нашим клиентам, в том числе и среднему бизнесу, а может даже прежде всего ориентируясь на средний бизнес, потому что реализация проектов крупных, многомиллиардных остается приоритетным направлением деятельности самого Внешэкономбанка. А создать массовый продукт, который бы позволил предприятиям, уже имеющим экспортный потенциал, либо собирающимся выходить на экспорт, получать необходимую профессиональную поддержку у институтов, специально предназначенных для работы в этом направлении. Конечно же, серьезную роль будет играть фонд развития моногородов. Эта тема в контексте регионального развития также звучит весьма актуально, и мы рассчитываем, что средства, которые поступают в этот фонд из бюджета, будут направлены и на формирование региональной инфраструктуры, на подготовку проектов, на обучение команд менеджеров, то есть на все то, что обеспечит развитие моногородов как части комплексного развития региональных территорий. Примерно 40% нашего кредитного портфеля представляют из себя проекты инфраструктурного развития. Из примерно полутора триллионов кредитов и проектов, которые одобрены органами управления Внешэкономбанка, инфраструктурных проектов, участие Внешэкономбанка составляет порядка 800 миллиардов рублей. Поддержка инфраструктуры создает исключительно большую синергию для развития других отраслей экономики. Причем, говоря об инфраструктуре, мы, конечно, имеем в виду не только транспортную инфраструктуру, инфраструктуру энергетическую и инфраструктуру социальной направленности, это жилищно-коммунальная инфраструктура, это поддержка российского здравоохранения, поддержка образовательной системы и дошкольных учреждений, поддержка спорта. Создание нового банка развития, банка стран БРИКС, становится уже, ну, во-первых, это свершившийся факт, а во-вторых, формирование структур этого банка привлекает повышенное внимание со стороны и российского бизнеса, и иностранных партнеров, поскольку проекты, которые находятся у нас в пайплайне, которые мы рассматриваем, вполне могут быть предметом для совместного рассмотрения новым банком развития и нашего софинансирования этой деятельности. Поэтому для нас создание этого банка с объявленным капиталом в 100 миллиардов долларов, это, конечно, серьезный вызов, но, с другой стороны, и мощная возможность для того, чтобы объединить усилия и реализовывать совместные масштабные, прежде всего, инфраструктурные проекты на территориях стран БРИКС.